Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 17 июля 2019 года. Недавно у нас состоялась исследовательская поездка в мой родной город Горь, ныне Нижний Новгород. Последний раз я там была в 2007 году, но как будто не было 12-летнего перерыва, будто не уезжала. Появились новые здания, но город как был родным, своим, так и остался. Казалось, вот подойдет вечер и надо будет ехать из центра в свой московский район, на свою улицу, а там ждет мама и бабушка. Но разум на контроле и не давал мне сильно ностальгировать. У нас была своя задача 5 женщин разных возрастов и разных профессий, но с общим увлечением, альтернативной допотопной историей. В данном случае города Нижнего Новгорода. Поскольку я выросла здесь и помню свои вопросы к себе и другим по поводу окон в земле, закопанных окон, закопанных засыпанных домов и отсутствия всякой информации по этой теме. Я помню, как на меня производили странные впечатления старые стены из красного кирпича, пустых многоэтажных домов, еще не уничтоженных, но смотрящих мертвыми глазами, пустых черных оконных проемов. Нежилые уже дома, жители выселены и смутное желание когда-нибудь разгадать их тайны. И вот время пришло. Очень много лет прошло, даже не лет, а уже десятилетий. И ощущения от города юности наложились на реальный сегодняшний день, сегодняшний город. Я не ожидала, но за сутки пребывания город открыл многое по нашей теме. Плюс, как всегда, после фактического материально-визуального исследования, поиски нужной информации для обоснования догадок, их предположений, которые потоком шли нам в сознание там, в Нижнем. Я знаю, как зрители не любят слово «сенсация» в заголовках фильмов. Я тоже не очень люблю, однако по-нижнему будет «сенсация» в следующих фильмах по Нижнему Новгороду. В этом фильме я вам покажу отдельными мазками картину нашего пребывания и доказательство того, что здесь была глобальная катастрофа, и город через нее прошел. И начинается наше исследование с Московского вокзала, который недавно переименован в «Железнодорожный». Вокзал построен в 1862-м по официальной версии, но функционировать полноценно начал в 1867-м. Одна цитата. «Московский вокзал Нижний Новгород открыт в 1862 году. Для приезда Николая II из Москвы в 1896 году было сконструировано первое здание вокзала. Постепенное транспортное сообщение развивалось и открывались новые ветви железнодорожного движения. Итак, с 1862 по 1896 год, 30 лет, не было здания вокзала. Лишь к новой промышленной выставке приурочен первый приезд в город царствующие особые». Значит, просто каким-то образом соединили. А как же ярмарка? Там же была Нижегородская ярмарка, международная, между прочим. И была она еще по официальной версии с 1817 года. Вот уже возникает масса вопросов о связующих трассах больших городов с Нижним Новгородом и Нижегородской ярмарки. Но мы сейчас на этом заострять внимание не будем, пойдем дальше. Те, кто постоянно смотрит мои видео и в курсе общей концепции моих версий по искажению истории, те знают, что я придерживаюсь основной даты Большой войны в XIX веке. Первым об этом говорил Алексей Иванович Кунгуров о ядерной войне в середине XIX века. У нас несостыковка только по датам. Павлюченко, Олег, тоже самое. Он про, по крайней мере, в некоторых фильмах я слышала, что про войну в XIX веке он говорил. У нас тоже немножко несостыковка по конкретным датам, по середине. И война эта была сопоставима с ядерной, термоядерной и использованием другого высокоточного оружия. Есть еще блогер, неофициальная история, который доказывает уже следы радиации на старых кирпичных стенах, следы ядерного ожога. Есть такие фильмы. То есть то, что в XIX веке была ядерная война, что многие здания, громадные здания из красного кирпича пострадали именно от ядерного взрыва, и там следы радиации есть сегодня, это уже доказано. На канале «Неофициальная история» там это есть. Смотрите эти фильмы. Я не буду тоже на этом останавливаться, пойду дальше. И выпадение глины, это моя версия, одномоментно, выборочно, по населенным пунктам, которые неизвестным способом, по типу монтажной пены, заваливали города сверху. Выборочно, точечно. Каким образом, я пока не могу сказать, но следы, вот как это все сейчас находится, приходит образ именно монтажной пены. Вот как будто из баллончика, только гигантского какого-то баллончика, где-то ее вот делали, вот сверху на каких-то, может быть, кораблях, самолетах, дирижаблях, и засыпали погибшие города, погибшие от ядерных взрывов города. И дату эту, глина потопа, я также много раз называю, 1860 год. После этой рубежной даты начинается новый передел и оформление мира. Продолжаются локальные войны, но мир окончательно формируется к концу XIX века. Появляются транснациональные капиталы, банки, ростовщичество. Переписывается история активно. Именно в конце XIX века в это же время формируются новые государства в Европе. Пишутся картины, романы, создаются новые нации, народности, и под них сочиняется их древняя, в кавычках, история. Некоторые альтернативные исследователи пришли каждый своим путем к похожим версиям и к похожим датам. В середине XIX века у нас засветилось одно событие – Крымская война, которая была мировой. Это также отметили несколько исследователей. Каждый сам свои доказательства убедительные нашел. Получается, что технологии были еще в начале XIX века, то есть было электричество, как, например, в небольшом городе Кохма Ивановской области, о котором у меня есть фильм, там ткацкие фабрики работали по три смены на электричестве в начале XIX века, а вот в середине XIX века, в 1860-х годах вдруг в одну смену одна фабрика и то на керосин перешла. И лишь к концу XIX века опять появляется стабильное электричество и три смены работы. К концу XIX века появляются железные дороги, большие ветки уже по всей Царской Российской империи, а так лишь Москва-Петербург, Николаевская дорога и чуть-чуть небольшие веточки. Огромная территория обслуживается грунтовкой и лошадками. В истории масса нестыковок, так как если скрыли войну XIX века, глобальную мировую войну, неудивительно, что все шито белыми нитками. Приглажено для рубежа XIX-XX веков, это сойдет. Многие поколения проглотили ничего. Родились, жили, умерли с этой вот лживой историей. А сейчас век интернета, все и посыпалось с логикой несуразицей. И масштабы фальсификации вселенские, запредельные. Поэтому обычному человеку просто в голову не может прийти, что может быть такой глобальный обман всех и вся, то есть всего населения планеты. Так бывает, если мир полностью захвачен оккупантами. И чтобы удержаться наверху, им это необходимо, как воздух. Им необходимо создавать эту ложь бесконечную. Так, чтобы какая-то категория населения, очень небольшой процент, оставался все время наверху, оставался все время у власти и у источников. И этим оккупантам прекрасно все удалось создать полнейшую иллюзию истории, особенно России, особенно русского народа. Кстати, и Америки тоже самое. Со всеми монголо-татарскими игами, нормандской теорией, финно-уграми и волжскими булгарами, казахами и другими придуманными народностями и языками. Переставляются и заменяются буквы и ууаля. Русский пишется латиницей, потом латиница переводится на русский уже в искаженном виде, потом опять латиницей, потом опять на русский и уже ничего не узнать. Уже совсем другой язык. Новый народ появился. Болгари стали булгарами, а казаки – киргизы – казахами. Работы много проделано, а сколько надо было книг написать, фальшивых фото состряпать, картин, воспоминаний, фильмов, учебников – не сидели сложа руки. В это же время создается археологическая комиссия. 1862 год. Конечно, засыпано, надо копать. Где и что копать знают, там, где остались сокровища, ценности. Скрыты и разграблены курганы. Тоже в это время создаются исторические археологические музеи. Создается новая история и новые реквизиты в этих музеях для нового населения, обновленного населения, скажем так, у которого уже нет связи с прошлым. И все нормально, все хорошо. К сегодняшнему дню так и подошли. Ну и по Нижнему Новгороду, само собой, та же картина. Все исторически значимые события, фамилии, здания, нанизаны на нить истории, как красивые бусины. Все чинно, благородно. Однако нитка-то гнилая, и бусины посыпались. В Нижнем Новгороде есть свои уникальные особенности, в отличие от других городов. Здесь две большие реки сливаются в одну и образуют стрелку. Это знаменитая Нижегородская стрелка. Слияние Аки и Волги. Сразу замечу, между прочим, Ака писалась А-ка, а слово Волга возможно от производного Олга, Ольга, Вольга. Так как слова, гласные О и У, ну, несколько десятилетий назад, еще в отдельных народностях у казаков в том числе, звучали как ВУ, ВО. И сейчас сохранились в отдельных говорах такие слова, или так говорят, как ВУМНЫЙ. Какой ВУМНЫЙ. Так он и даст тебе 200 грамм. Держи карман шире. Слыхал, слыхал. Ты сказал? Я сказал, а кто же еще? А зачем по-русски сказал? Да я же русский, Василий Терентьевич, Говорухин моя фамилия. Хаким, я ведь верно русской. Да развяжи ты меня, паренек. Погоди, погоди, за что развязать? Я тебе в рот большой платок пекал. Вот на тебя мой платок. Выплюнул по дороге. Да развяжи ты меня наконец. Ну не видишь что ли, что русский я? Слышь, по-русски говорю. Видишь, какой он умный. Другой такой слой есть. Что лучше тебе по-русски говорить? В острый. Взял он саблю. Взял он в остру. И зарезал сам себе веселый разговор. Казачья песня. Есть сведения, что относительно древнее время, древность не далее 16 века, напоминаю. Река носила название Ра, как и Нил в Африке. Здесь располагалась в нижней части города знаменитая нижегородская ярмарка. По ней будет отдельный фильм. И город верхний с высоченными откосами и Кремлем на крутых берегах. Что интересно, откосы города состоят из глины. И периодически здесь случались мощные оползни. И на моей памяти советской юности было таких два оползня. Просто запомните этот факт. Верхняя часть города – это огромные глиняные насыпи. Так вот, и нижняя часть, и верхняя часть города засыпаны глиной. То есть старые дома окнами в земле. Что внизу, что на огромных вот этих кручих. Это говорит о том, что никакого потопа, водного потопа, который бы мог это все нанести, не было. Здесь другой механизм засыпания глиной городов. Я об этом все время говорю. Сказать, что это разливы рек, вот конкретно для примера для Нижнего Новгорода и подобных городов, у которых есть высокие кручи, не подходит. Все, отметаем. Это неверная версия. В фильме, в несколько серий по археологическим фейкам, была высказана гипотеза, что глиной засыпали разрушенные наземными ядерными взрывами города и остатки людей и трупы. В моих фильмах степ от археологов. А потом, через пару десятилетий, города стали заселять вновь, но с новой историей. Вот опять я вам такую версию того, что произошло в XIX веке, рассказываю, потому что вопросов мне задают постоянно очень много, люди хотят разобраться. И сейчас пунктиром я покажу эти предварительные доказательства следов разрушений, которые тянутся с времен Крымской войны и 1860-х годов. В Нижнем Новгороде таких допотопных домов сохранилось гораздо больше, чем в Москве. В моих фильмах по Нижнему Новгороду мне будет помогать книга «Официальный источник» по Нижегородской ярмарке, советские фильмы, ну, такие как Екатерина Воронина, «Урок жизни» и Екатерина Воронина, 1957 года. Там много съемок на улицах того города Горького, старого города Горького, советского, послевоенного, и можно почувствовать атмосферу, и многие здания еще не были переделаны, снесены. Там же можно увидеть и старый московский вокзал. Да, еще один момент. Во время Великой Отечественной войны немцы бомбили автозавод Сормово-авиазавод. Все эти объекты находятся в нижней части города. Попадания были, однако ПВО города работало так хорошо, что пропуски армад, а их били армады, налетали как саранча, так ПВО отгоняло фрицев как мох. Но если бы не было ПВО, от города не осталось бы живого места. Это к вопросу, кто там захватчики XIX века. Фашисты, их потомки, по сути, убийцы без зазрения и секундного вопроса, что я делаю, убиваю людей, убиваю детей, мирных жителей. Нет, таких вопросов в пустых головах зомби не возникает. Там программа отбомбиться и доложить командованию. Это к тому, что в XIX веке земли бомбили. Те же самые люди, нелюди с той же психологией фашистской, античеловеческой, антигуманной. Еще одно небольшое напоминание. Два года назад я делала серию фильмов по круглым озерам Тверской области. И что они как бы на одной линии находятся. И мельком сказала, что и в Нижегородской области есть такие озера. Круглые воронки по одной линии. Это нашла и заметила не я уже, а внимательный педагог, географ и его ученики. Эти озера находятся по другую сторону Волги и Стрелки за городом Бором по всей Нижегородской области. Воронки – круглые озера. В Нижегородской области досталось по полную катушку. Земли эти в основном пустынные сегодня. Там, где находятся круглые озера, по всей видимости, были населенные пункты. Им совсем не повезло. Нижнему Новгороду повезло чуть больше, потому что от него не воронка, от него все-таки что-то осталось. По всей видимости, это были наземные ядерные взрывы. Еще немного карты Нижегородской области, которые в заречной части находятся сплошные воронки. Я вот, кстати, раньше даже и не разбирала эту часть и не видела такого огромного количества воронок. этих круглых озер, где остались следы даже инфраструктуры какой-то. Вот что здесь творилось. В принципе, в основном сейчас эта местность не заселена. Воронки как сухие, так и именно круглые озера. Итак, благодарю вас за внимание. Это был предварительный фильм по Нижнему Новгороду. Впереди еще очень много интересного. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!